Доброго дня всем, уважаемые зрители! В эфире программа «Есть что сказать». Мы продолжаем цикл видеобесед с Анной Мусан-Леви, гидом паломнической службы «Радонеж». Анна живет и работает в Иерусалиме. Анна, здравствуйте! Здравствуйте, Светлана! В моей жизни было три поездки в Иерусалим, и все они приходились на Великий пост, то есть это весеннее время, когда еще не очень жарко. А один раз так было просто откровенно прохладно, и шли дожди. Ну, а вот сейчас лето, скажите, пожалуйста, наверняка паломническая жизнь такая активная, замирает на это время в Иерусалиме, или все равно люди приезжают? Ну, да, в какой-то степени точно замирает, потому что люди летом стремятся к морю, к тому же россияне любят очень ездить на дачи, да. И поэтому, конечно, летом паломники приезжают меньше, чем зимой, и действительно весна – это самое популярное время, февраль, март, у нас очень красиво, все цветет и так далее. Но на самом деле те, которые приезжают летом, они очень много получают, и много того, чего не получают те, кто приезжает зимой и весной. Но прежде всего летом действительно меньше народу, и поэтому есть возможность прикладываться к святым местам без больших очередей. Это очень существенная, скажем так, разница. Те, кто бывали не раз на святой земле, знают, что такое много народу на святых местах. И как это удлиняет и паломнический день, и просто уменьшает иногда даже восприятие святых мест обилие людей. А летом же этой проблемы нет, потому что меньше приезжают, ведь не только россиян, но и из некоторых европейских стран тоже меньше людей приезжают. Исключение составляют шведы, которые, наоборот, очень любят наше лето, и наоборот, как раз приезжают в летние месяцы. Кроме того, лето в Иерусалиме, оно совершенно особенное. Вот наша жара, это не просто жара, как в любой другой точке мира. Есть очень много жарких стран, и температура плюс 30-32 сегодня даже, по-моему, неудивительно даже для Москвы. То есть ничего здесь такого особенного нет, в Иерусалиме ни 40, ни 50. 32, в некоторые дни 34, а в некоторые 28. Так что, в принципе, никакой уж такой жуткой жары нет, но в принципе, да, достаточно жарко. Но наша жара-то, она библейская. У нас жара, которая переносит твои ощущения во времена Библии. Ведь в этой погоде ходили по святой земле и святые прадцы, и Авраам, и Саак, и Яков. Этот зной переживал царь Давид, и о нём он писал в Псалмах. Те, кто внимательно читает Псалтырь, знают, что там нередко он говорит о том, как Господь, например, в зной его укрыл или уберёг. И зной — это такой символ иногда смерти, а вода — это символ жизни. Тень — это тоже символ упокоения, милости Божией и так далее. То есть все вот эти символы, скажем так, образы из Псалтырии, из Верхового Завета, из Нового тоже, они оживают. То есть ты действительно начинаешь ощущать, что такое жарко, ты начинаешь ощущать, что такое вода, что это не просто приятный напиток, а она буквально вливает в тебя жизнь, новые силы. Ты начинаешь по-другому воспринимать события в Хевроне. Когда летом едешь с Палом и Хеврон, и мы вспоминаем о том, как Авраам в полдневной зной сидел в тени деревьев у шатра и увидел трёх путников, и вскочил, и побежал им навстречу, то люди обычно очень впечатляются, они говорят, ничего себе, теперь мы понимаем, какова же должна быть любовь и гостеприимство, чтобы в такую погоду встать и побежать, и не на пожар, а встречать путников, да, и так ему явился сам Господь. То есть поэтому здесь это всё приобретает другой смысл. Кроме того, в Иерусалиме есть одно, как говорит наш владыка Аристарх, секретарь нашей патриархии Иерусалимской, благословение. Вот особое благословение Иерусалима — это наш вечерний бриз. Каждый вечер у нас начинается достаточно сильный ветер в Иерусалиме. Начинается он не так уж и поздно, это где-то уже часов с трёх, с четырёх его ощущаешь. И вот даже сейчас, не знаю, видно ли в кадре, но ветер достаточно сильный. Его слышно, его слышно, он периодически, да, дует микрофон, и поэтому мы слышим, что там ветер. Да, и поверьте мне, где-нибудь через часа два, когда наконец-то я уложу спать своих детей, мы с мужем сядем попить чаю, на балконе полюбоваться на огне, на звёздное небо мы наденем шерстяные кофты. То есть ночью у нас плюс восемнадцать в Иерусалиме, достаточно прохладно. И ранним утром тоже мы вот с детками ходим гулять рано утром, в восемь, в девять утра, очень приятно на улице, в десять уже чувствуется, скажем так, с одиннадцати до четырёх, да, достаточно жарко и паломникам бывает непросто. Но поскольку гиды местные мы, да, то мы что делаем? Мы, естественно, строим маршруты так, чтобы все пешеходные дела были и рано утром, или уже ближе к вечеру, а дневное время занимаем переездами в кондиционированном автобусе с минимальными выходами на улицу и так далее. Исключение составляет только день в Иудейской пустыне, в Ирихоне, да, там действительно под сорок, и бывает и выше сорока, но тогда опять же мы очень рано начинаем день, подъём на сорокодневную гору совершаем просто рано утром, где-то в девять, пока жары нет ещё сильной, очень много пьём. Важно также заботиться, чтобы у паломников всегда была тень, когда ты им рассказываешь, но это уже опытность гида, да, то есть поставить группу так, чтобы они могли сесть в тени и тебя слушать, а не стоять на раскалённом солнце. Много пить, правильная одежда, опять же, длинный рукав, хлопчатобумажные ткани, закрытая голова — прекрасно, очень хорошо паломничать. Я, может быть, человек с каким-то вот таким отчасти пессимистическим взглядом. Мне кажется, что паломники, издурённые жарой, — это очень трудная аудитория, потому что всегда мы, ну, все же по себе знаем, там возрастает раздражительность, хочется обмахиваться веером и совершенно рассеивается внимание. Нет? Как вы с этим справляетесь? И есть ли эти явления? Может быть, я ошибаюсь? Нет, разумеется, есть, тем более, что в группах есть разные люди, нередко бывают люди пожилые или, например, которые страдают давлением, чем-то. Во-первых, опытный гид всегда знает, когда дать паломникам отдых, рассказать что-то лёгкое. Ну, мы не разговариваем особенно много на светские совсем уж темы, потому что мы паломники, но всегда можно рассказать что-то из духовной жизни или из жизни Святой Земли, что-то интересное, лёгкое, не нагружающее, немножко даже вызывающее улыбку, может быть, смех у людей разрядить, да? Ну, а второй способ, самый знаменитый, тот же, который использует любая иерусалимская мама, когда дети к двум часам дня доходят до ручки, что мы делаем? Мы их купаем. То же самое мы делаем с паломниками, конечно. Мы стараемся купаться. Практически каждый день мы находим где-то место, где мы будем купаться или, по крайней мере, умываться, или мочить ноги в каком-то источнике, или в каком-то ручье, или в фонтане, что у нас тоже особая тема интересная. Море Средиземное, река Иордан, опять же, и Галилейское море. Это очень освежает, даёт новые силы, и очень приятно. Это тоже особенность летнего паломничества. Зимой всё-таки мы, кроме реки Иордан и Галилейского моря, не купаемся. Да и то, это холодно. Зимой купаться всё-таки у нас холодно. Всё, что вы назвали, вызвало у меня какие-то определённые ассоциации с библейским текстом, кроме фонтанов. А что там за история с фонтанами? Дело в том, что у нас в Иерусалиме есть потрясающий фонтан. Это такой бесплатный бассейн для иерусалимских детей, ну и для смелых паломников тоже. Этот фонтан когда-то подарили немцы нашему городу, один немецкий архитектор. Фонтан с библейской символикой, то есть там четыре реки рая, там львы, которые соседствуют с мышками, он из бронзы сделан, очень красивый фонтан. И он такой широкий, и очень удобно в него заходить, то есть он невысокий. И очень много струй, он такой гадый вот этими струями. И там иерусалимские дети и паломники смелые спокойно могут купаться. Это разрешено, это очень весело, с видом на старый город. Вокруг трава, деревья, парк очень красивый. Так что даже такие опции бывают. Вот старый город и новый город, как они соседствуют, как они сосуществуют? Ведь такое ощущение, что это два разных мира, но их разделяет всего лишь стена. Это действительно совершенно два абсолютно разных мира, это действительно так. И старый город, он насчитывает историю в 3000 лет, хотя город Давида располагался не там, где сейчас располагается старый город, а в долине немножко ниже. Мы паломникам обычно показываем, объясняем, как это было. Но, однако, нынешнюю территорию старый город занял как минимум 2000 лет назад. Так что во времена Христа он был на этом, практически на этом месте, он был просто гораздо больше. Так что поэтому это действительно древность, это особый мир. В Старом городе все-таки живет очень много людей верующих. Там есть четыре квартала, как всем известно, еврейский, армянский, христианский и мусульманский. И в каждом из них живут люди в основном, скажем так, понимающие, почему они там живут и зачем. И, конечно же, старый город обладает совершенно особым духом таким, совершенно неповторимым. И ты буквально, вот входя в ворота города, погружаешься в совершенно другой мир. А что касается нового города, новый город возник за стенами старого достаточно поздно, в середине 19 века всего лишь. Поэтому в новом городе тоже есть своя прелесть, есть старые районы, которые мы особо любим. Они очень тенистые, в них очень много зелени, очень много уютных старинных вилл, особняков, которые сейчас, естественно, превращены уже иногда в многоквартирные дома по-разному. И там очень приятно гулять. И что интересно, даже летом, даже в жару, там гулять можно, потому что там очень много тени. Кстати, это касается и старого города. Многие улицы старого города, они крытые. Это было сделано при крестоносце в 19-12 веке. Многие улицы, они покрыли крышами. Таким образом, там тоже много тени. Старый и новый город — это всё один город, это Иерусалим, бесспорно. Но без нового города, наверное, Иерусалим существовать бы мог. Без старого, конечно, нет. Все святыни сосредоточены там. И Господь, и Крестный путь, и место Рождества Матери Божией, и также святыни и мусульманские, и иудейские, всё там. Поэтому, конечно, это сердце Иерусалима. И без старого города, я не знаю, захотела ли бы я, может быть, даже жить в Иерусалиме. Просто без него это всё было бы не то. Это именно то ядро, которое здесь держит и нас всех, и многих, многих. В Иерусалиме всё-таки много людей верующих живёт. И в новом городе, естественно, тоже. Люди не выезжают из Иерусалима, хотя здесь трудно, дорого. И многие предпочитают молодые семьи иногда. Ах, уедем, всё, на север, Тель-Авив куда-то там дешевле. А потом, смотришь, люди остаются. Иерусалим не отпускает. Это особое место. Как бы здесь ни было трудно, но оно особое. Спасибо вам большое за эту любовь к Святой Земле, к Святому Городу, который вы посредством такого телевизионного рассказа передаёте и нам. Уважаемые зрители, мы с вами слышали не только экскурсовода паломнической службы Радонеж Анну Мусамлеви, мы с вами слышали ещё и знаменитый Иерусалимский Брис. Я благодарю вас за внимание и обещаю, что будет обязательно продолжение вот этих удивительных встреч со Святой Землёй. Всего доброго!